Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем изучение Нагорной проповеди в Евангелие от Матфея. Мы изучили 5 главу, подошли к 6 и подошли к 24 стиху в 6 главе. После того, как Ешо говорил про «темное око» и «светлое око», мы подошли к изучению того, что человек не может служить двум господам. Он будет ненавидеть одного и любить другого, об одном будет не родить, а другому усердствовать. «Невозможно служить Богу и мамоне». Нам трудно. Этот пример приводит нас в сложное положение. Почему? Потому что все мы живем в мире, где все измеряется мамоной, финансовым положением. Сколько у тебя денег, на какой ты ездишь машине, какие ты носишь часы, какие у тебя бриллиантовые кольца. Все в этом мире, статус, ценность человека измеряется тем, что у него есть. Или тем, чего у него нет. И вот приходит Ешо и говорит, такие вещи, которые должны нам помешать. Он говорит, что невозможно служить двум господам. Невозможно одновременно служить Богу и мамоне. Или ты будешь одного любить, а другого ненавидеть, и одному усердствовать, а другому не родить. Но одновременно двоим служить невозможно. Был человек, его звали Сэм Уолт. Он жил в Соединенных Штатах и был одним из богатейших людей Америки. Он основал сеть супермаркетов Уолмарт. Огромное количество, две, три, четыре, пять тысяч магазинов по всей Америке, Бразилии, во многих странах мира. Сэм Уолт был сильным верующим в Ешо. Человеком, который посещал общину, скромным человеком, очень простым. Он ездил на тендере, носил часы Таймикс за 50 долларов, не носил золотые часы с бриллиантами, которые стоили бы сотни тысяч долларов. Он носил часы за 50. И когда случилось большое падение биржи в США и акции Уолмарта упали в стоимости, он потерял очень много денег. В один день он потерял несколько миллионов долларов. И его спросили, «Сэм, как ты себя чувствуешь?» Он ответил, «Я себя чувствую отлично, но ведь ты потерял миллионы долларов, полмиллиарда долларов или даже больше. Что ты на это скажешь?» И он ответил, «Это было бумагой и осталось бумагой. Это не моя жизнь». Жизнью Сэма Уолта был Господь Ешуа. Бог, община, благословение других людей, помощь другим людям. Он остался простым человеком, скромным. цифры, которые он потерял, были очень большими. Но эти цифры не были его господином. Его господином был Господь Ешуа и Бог. И поэтому, когда его спросили, насколько он зол и разочарован, он ответил, «Нет, это было бумагой и осталось бумагой». Такой человек может быть радостным. А человек, который так не думает и чувствует, что вся его уверенность и ценность находится в деньгах, которые у него есть, такой человек не может служить Богу. И о таких богатых людях учил Ешуа, говоря, что богатому так же трудно войти в Царство Небесное, как трудно продернуть веревку через игольное ушко. Или как верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко. Вы можете толковать это как захотите, но трудно богатому войти в Царство Небесное. Потому что ему сложно отказаться от уверенности, которую ему дает его богатство. И Ешуа говорит об этом однозначно. Человек не может не то, что он не хочет. Он хочет служить двум господам, но не может служить двум господам без того, чтобы одного ненавидеть, а другого любить. Одному усердствовать, а о другом не родить. всегда это будет, что одному он будет угождать, а о другом не родить. Или наоборот. я за свою жизнь встречал много богатых людей. В основном все богатые люди, с которыми я был знаком, не все, а почти все были несчастны. они не были радостными. Они ходили в общины, были членами общины, верующими в Ишо, погрузились в прощение грехов, все было очень хорошо, но их разум и сердце в основном зависел от того, что они радовались, когда была прибыль, и когда проигрывали, печалились. и всегда они переживали за прибыль и убытки. Очень сложно служить двум господам. Ишо говорит, что это невозможно. И поэтому он приводит здесь пример царя Мамбаза. Кто такой был царь Мамбаз? Он был царем Адабьяна. Адабьяна это название небольшого царства, которое находилось в Персидском заливе, там, где сегодня расположены Кувейт и Бахрейн. Мама царя Адабьяна услышала о Боге Израиля, о Торе Маше, влюбилась в Тору, она и ее сын прошли Геюр, приняли иудаизм и переехали жить в Иерусалим. Им дали участок земли в городе Давида. В Древнем Иерусалиме еще до второго храма, тот участок, который находился на горе, дали этим герам, переселившимся из Адабьяна. Мамбас преподал это учение и Ишоа преподает те же вещи, которые преподавал Мамбас. Он говорит, посмотрите на себя. Мы читаем из Матфея 6 главы с 25 стиха. Посмотрите на себя, господа. Не переживайте и не говорите друг другу, что мы будем есть и что пить, чтобы укрепить наше тело, во что будем одеваться, чтобы покрыть ваше тело, потому что душа и тело намного дороже, чем та еда, которую вы едите или одежда, которую вы носите. Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют и не жнут. Они не собирают на склады и не оставляют на завтра. Отец ваш небесный питает их, дает им еду каждый день. А вы намного важнее птиц. И если вы будете переживать за ваш рост, будете говорить «Я низкий», сможете ли вы прибавить что-то к вашему росту? Только из-за того, что вы переживаете об этом? Нет. Я и сам невысокий человек. И не хочу быть высоким. Я рад тому росту, который дал мне Бог. У меня есть друзья, у которых сын немного низкий, и они бегают по врачам, дают ему различные гормоны, витамины, и хотят, чтобы он стал повыше. С ребенком все в порядке. Он не будет, как Майкл Джордан, но он и гномом, карликом не будет тоже. Хрущев однажды сказал Кеннеди, русский гном самый высокий гном в мире. этот мальчик не будет карликом, но и высоким не будет. И Ишуа спрашивает, если вы переживаете, будете ли вы выше? Нет, не будете. Вы говорите, во что мы будем одеваться, разве вы меньше, чем полевые лилии, меньше, чем полевые цветы, цветные, красивые, красные, зеленые, с прекрасными красными крапинками, чудесные полевые цветы. Нет, Бог дает этим цветам одежду более красивую, чем была у царя Соломона. И если вы будете работать и переживать, сможете ли вы что-то изменить? Нет, посмотрите на животных, на цветы, на природу. И поймите, что они не придут и не ткут ткань для своей одежды. Бог дает им это все. И одеяние цветов и цвет природы, перья птиц намного красивее, чем прекрасная одежда царя Соломона. Бог одевает поля перед жатвой. Все, что растет и сегодня зеленое и красивое, завтра оно высохнет и будет брошено в печь в огонь. И Ишуа говорит им, не будьте такими маловерными, возрастайте в своей вере, не переживайте о том, что вам есть и что пить и во что одеться, потому что обо всем этом беспокоятся язычники. Они не знают Небесного Отца, они не знают Бога, и поэтому они переживают обо всех этих вещах, что есть, что пить, во что одеться. Нам об этом переживать не нужно. Бог Он ваш Отец. Он позаботится обо всех ваших нуждах, и если вы позаботитесь о том, в чем нуждается Бог, то Он всегда будет заботиться о вас. Поэтому в 6 главе 36 стихе Он говорит, ищите прежде царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам. Это не тайна, это также и слова царя Мамбаза, практически слово в слово. Ешоа повторяет эти слова и учит своих слушателей, которые сидят на природе в Нижней Галилее возле озера Кенерет. Скорее всего, сидят уже несколько часов, и Ешоа говорит эти вещи, и эти вещи не только мудрые, если человек будет их слушать и исполнять, он будет здоровее, он будет меньше находиться в депрессии, у него будет больше радости, он будет более счастливым, и его жизнь будет наполнена Божьими благословениями. Мы дошли до седьмой главы, сегодня мы здесь остановимся и продолжим изучать седьмую главу в следующих уроках. Пусть Бог благословит вас, и всего вам хорошего. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.defis.media.tv Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...